В ученые Гомельского Державного Медицинского Университета доследуют проблему устойливости микробов и антибиотиков. Сейчас эта проблема набывает все больше значную актуальность. Шмот, какие леки уже не допомагают с хворым. Распроцовками гомельских новоковцев подековались наши корреспонденты. Доследованиями уплыва антибиотиков на микробы гомельские ученые начали заниматься еще в 2001-м, но основные работы выполнялись начиная с 2016-го в рамках инновационного проекта Абл-Ваканкама. Проблема в том, что иснуючие леки часто уже не дают чекаемого эффекту, а в некоторых выпадках в уголе оказываются бескорыстными. Инша справа, что можно найти комбинации антибиотиков, которые усмассняют у здения один-одного и допомагают у лечения. Мы стараемся бороться с устойчивыми микробами, то есть те микробы, которые невозможно полечить каким-то одним антибиотиком. То есть эти антибиотики на них уже не действуют. Поэтому мы стараемся найти комбинации антибиотиков, которые будут уже воздействовать на эти бактерии. Мы можем помогать уже таким пациентам, у которых такие бактерии есть. В уголе низкая эффективность антибиотиков – проблема усягульная. Але коли у бытовых умовах еще есть час поспробовать настий инший метод для чаяния, то во умовах больницы этого часа может не быть. Выником реализации инвестпроекта стало бы данной затвержденных Министерством Аховы Здоровья рекомендации по применению антибиотиков. Инша справа, что сегодня на Гомельшине нема обсталявания, якое дозволяйте эффективно вызначать штаммы микробов и таким чином оперативно выбирать эффективный метод для чаяния. Это очень важно. Пациент находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Допустим, сепсис. Мы выделяем у него микроорганизм. В течение двух суток определяем чувствительность. Говорим врачу, что, к сожалению, вы ошиблись. Здесь нужно вот этот антибиотик применять. Он заменяет антибиотик. Это шансы. Но это я не выдумываю. Это, в общем-то, мировая практика. Ученые констатуют, что у низкой эффективности антибиотиков человек часто виноват и сам. Их неконтролюемое выкрыстание привело до мутации микробов, которые выпрасывали великую ступень устойливости доиснуючих леков. Неверным оказалась и ранее расповсюдженная думка об тем, что шкодные для человека микробы, которые трапляются в новокольной осердне, гинуть. И, как оказалось, они не только добро отчувают себя в природных умовах, а лезь дольные расповсюдживаться на великой отлеглости. Боль за то, и появились микробы, измогаться с якими не может ни один вядомый у свете антибиотик. Сегодня гомельские ученые займаются миновитой этой проблемой. Дело в том, что вместе с экстремально устойчивым микробом мы обнаружили отдельные штаммы, которые были уже устойчивы ко всем антибиотикам. И в настоящее время развернут еще один большой проект, поддержанный Министерством здравоохранения, республиканским бюджетом. Это проект посвящен уже микробам полностью устойчивым к антибиотикам, в том числе к препаратам последнего ряда, к алистину. В данный момент мы занимаемся тем, что определяем механизм мутационной устойчивости, частоту возникновения устойчивости к алистину. Ну и в дальнейшем будем подбирать комбинации антибиотиков или какие-то альтернативные подходы для того, чтобы преодолеть эту полную устойчивость, чтобы найти какие-то возможные схемы лечения пациентов и с такими инфекциями.